Остаётся в прошлом. Так в народе отзываются сегодня о 23 февраля. Этот день стал праздничным в 1919 году. Тогда его назвали Днём Красного Подарка, приурочив дату годовщине боёв красноармейских частей с немецкими войсками. В 1946 году праздник получил название День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И только в 1995 он стал Днём Защитника Отечества. Команда «Ньюсмейкер» опросила жителей Кишинёва, чтобы узнать, актуален ли этот праздник сегодня в нашей стране. Вы празднуете, День Защитника Отечества или День Мужчины? И так, и так. И то, и другое. Я в армии служил, поэтому для меня этот праздник святой. Это праздновалось раньше. Сейчас я считаю, что оно теряет свои понятия, этот праздник. Почему? Наверное, оно ушло в прошлое. Праздник отмечался при Советском Союзе, потому что страна такая была, и поэтому и отмечалось. Все, кто служил в армии, а здесь ведь они, не знаю, не дают, наверное, в общей по стране не дают такое внимание этому дню. Нет. Почему нет? Ну, у нас в семье не принято. Кроме старшего поколения никто не служил. Советская армия, это, я считаю, советский праздник. Конечно, праздную. Празднуете 23 февраля? Конечно. Что это значит? Что это за праздник? Для меня, вы знаете, я служил три года, были такие войска, Марчаси-Пагранвойск. Это при Союзе было. Я сам из Украины, город Херсон. Конечно, праздную. Для меня это было, и есть праздник, и остается. Здесь мои друзья находятся, вечером встретимся, и по 150 фронтовых, так что нормально.